Это кадры из фильма, который сделали близкие Александра Соловьёва. Сохранилась запись с памятной акции «Парень говорит о доблести участников Великой Отечественной войны». Мы всегда будем вспоминать, какие качества нашего народа мы могли выиграть в этой беспощадной войне. Мужество, терпение, величайшая стойкость и любовь к Отечеству. В школе Сашу Соловьёву любили и уважили все друзья и педагоги для них. Его смерть стала тяжелым ударом. Учителя физики с учеником объединяла любовь к чтению. Например, собирали макулатуру, бывает часто сдают книги. Вот мы формировали свою библиотеку, я бы так сказал. И вот он меня спросил, сколько книг у вас в библиотеке. Я говорю, около 500. Он говорит, у меня около 2000. Переживаю его смерть, я до сих пор не верю. Разум вроде бы понимает, что он не вернется. А сердце не верит. Сердце ждет, что он придет и пожмет в руку. После школы Саша поступил в ЛГУ, когда понял, что это не его путь, ушел в армию. Вернувшись, устроился на работу, чтобы помочь семье. А в 21-м году принял решение пойти на военную службу по контракту. Отец Александр уверен, этот выбор его сын сделал не случайно. В семье уже были военные. Дедушка Саши и его дядя. Он играл в солдатиков, устраивал просто такие побоющие. Я думал, что это просто детская такая забава. Тем не менее, это переросло. Он стал настоящим воином. Семья узнала, что Александр в зоне СВО только спустя 4 месяца. В отпуск он не приезжал. Иногда удавалось позвонить родным. Брат Александра Николай рассказал, даже на передовой Саша переживал не за себя, за семью. Он уже понимал, что скоро пойдет на передовую. И он, как брат, мне обратился с просьбой подарить всем близком подарки. И мы с ним долго обсуждали, кому купить. То есть он уже знал заранее, что возможно будет такой исход. Потом я, конечно, все купил, а потом уже звонил, а он уже не мог ответить. Его уже отправили на передовую тогда. Жизнь Александра Соловьева трагически оборвалась 26 сентября 2022 года. Во время боя в дом, где он держал оборону, попал снаряд. За самоотверженность и героизм парень был награжден орденом Святого Георгия 4 степени. И посмертно орденом мужества. А мне все говорили, бабушка, ты жди меня, будешь моих детей растить. Я говорю, ладно, сынок, ты только сам-то возвращайся. Писал, всегда звонил, говорил, бабушка, ты там не болей, жди меня. Я его все жду до сих пор. Мемориальная доска памяти Александра Соловьева не просто дань уважения. Это безмолвный урок мужества и доблести. Чтобы слово патриотизм не было именем нарицательным, как у обывателей происходит. Чтобы слово патриотизм жило у ребят в душе, в сердце и в сознании. Памятная доска в честь Александра Соловьева уже вторая, которую открыли в сентябре в Суздальском районе. В этом месяце в муниципалитете таким образом отдадут дань памяти еще двум парням, погибшим в зоне СВО. Ирина Начарова, Татьяна Гордеева и Артем Михалюта.